Всем привет! С вами Сергей Чироков и Александр Казадаев. Он сейчас находится в скайпе. Мы сейчас покажем вам на примере сайта Александра, как сделать копию от таких страничек «Захват», которые я разработал под компанию «Infinite.com». То есть вот я копии сделал под разных людей с разными контактными данными. Вот это моя страничка. И что я делаю? Использую конструктор вот этот «Infinite Builder». Вот у меня архив «Infinite.com». Я сделаю резервное копирование. Вот так нажимаю. Нажимаю «Бэкард далее». Можно вот здесь опции поставить. Здесь главное, чтобы все три галочки стояли. Нажимаю «Далее». И получается архив. Архив сохраняется. Вот у меня сохранился архив. Дальше я этот архив передал Александру. Вот он передал. И теперь Александр зашел на инструмент от корпорации «Эксэс». Инструмент называется «Вебэпс». Далее Александр, показывай нам следующие шаги. Нажимай «Вход в Си-панель». Все видно? Скайп работает, да? Да, все работает. Нажимай «Вход в Си-панель». В самый низ листай до «Программного обеспечения и службы». «Программное обеспечение». И выбирай «РВ-сайт-билдер». Здесь, с правой стороны, есть кнопочка «Создать проект», а есть ссылочка «Восстановить проект». Нажимай на ссылочку «Восстановить проект». Выбирай файл, который я тебе скинул архивный. Файл этот мы не разархивируем. Нажимаем «Загрузить». Сейчас происходит загрузка, распаковка и установка нашего проекта. Вот вы видите, идет upload файл, то есть загрузка, check disk, проверка диска, мест, пространство. То есть все должно быть success, то есть успех. Вы уверены, что нажимаешь «Да». То есть фактически все за нас сделано, автоматизация. «Восстановить проект». Сейчас здесь должен появиться проект. Так, ниже. Так, вот верхний проект, верхний. Идет название «Infinite-1», имя проекта и URL, под которым он сейчас находится. Сейчас мы изменим и данный URL поменяется автоматически. Нажимаю кнопку «Редактировать веб-сайт». Так, и здесь есть одна страничка, называется она «Домой». и есть карандашик. Нажимаю на карандашик. Сейчас еще загрузится. Потому что вверху инструменты должны появиться. Да, появляются. Все, загрузилось. В самый низ опускай страничку. И надо поменять контактные данные на свои. То есть кликни на имя Людмила Рубцова. Кликни. «Да, выделяй и пиши свое имя и фамилию». Дальше, ниже скайп, кликаешь на скайп, выделяй и пиши свой скайп. «Нет, стоп, не так. Вернись назад. Лучше так не делать. Сделаем по-другому. Там с правой стороны стрелочка есть. Ой, с левой стороны, вернее. С левой вверху. С левой вверху. Стрелочка назад нажми. Вернулся. Все. И снизу есть Edit HTML. Снизу. Еще раз тогда вернись назад. Еще не откатилась, да? Да, еще не откатилась. Еще назад. Ничего не меняется пока. Тогда сделаем так. Закрой страничку и еще раз вверху на крестик нажми. То, что мы не сохраняли, а страничка не будет сохранена еще. Прокину страничку и нажми еще раз на карандашик. Так, и ставь сам вниз. И, да, имя и фамилию можно здесь поменять, а все остальные данные в другом месте. Внизу, с левой стороны, есть кнопочка Edit HTML. Внизу, слева. Нажимай. Да, вот. Edit HTML. Там есть код. Это код HTML. Видишь, написано Александр Казадаев. Прям посередине. Видишь, да? Теперь дальше Skype слово, потом href. Вот. И вот это до знака вопроса. Между двоеточием и знаком вопроса. Колоса. Вернись назад, Ctrl Z нажми. На клавишах, на клавиатуре Ctrl, удерживай и Z нажми. Вот, все вернулось назад. Тебе нужно заменить ru58 на свой Skype. Да. То есть, между двоеточием и вопросом. Угу. Пиши свое название Skype. Угу. Готово. Так. Теперь дальше. Видишь, ru58 справее немножко. Да. Значит, между вот этими кавычками, стрелочками, пишешь тоже свой Skype. Угу. Теперь на следующей строчке телефон. Телефон. Телефон плюс семь оставляй. Да. Вот здесь у тебя мышка. И пиши на свою. То есть, кавычку последнюю не удаляй. Это важно. Пиши свой номер телефона. Так. Московский или писать наш тот? Ну, пиши московский. Угу. И еще правее надо повторить этот же номер телефона. Менять надо только данные между кавычками. Между тегами всякими. Готово. Так. Теперь дальше. На следующей строчке e-mail. Тоже два раза поменять надо. То есть, mail to. Дальше двоеточие. И после двоеточия идет электронная почта. Вот этот адрес. Выделяй. И замени на свой. И еще второй раз повторим. Правее. Да. Выделяй. Выделяй. До стойка. И замени на свой. Все. И автоматически на странице у нас все данные меняются. Теперь. Нажми кнопку edit html. Да. Это все сворачивается. Кликни на вот эту девушку. Да. Кликни. Кликни. Активно. Активно. Вот. А теперь. Значит. Нажми кнопочку save. Клик. Слева вверху. Ну. Сейчас все данные сохраним. И ее заменим на что-нибудь такое. Угу. Значит. Между вот этой картинке. Девушки. Можно поставить другую картину. Вот. Кликни на нее. Мышкой. И теперь. С левой стороны вверху. Нажми имидж. Кнопка имидж. То есть картинки. Угу. То есть можно заменить на свою фотографию. Например. А можно выбрать чего-нибудь из библиотеки. Ну. Давай выберем что-нибудь из библиотеки. Или свою хочешь поставить. Свою поставить. Если ты хочешь свою поставить. Значит. А. Давай сразу покажу. Где чего выбирать. А. Подожди. Не закрывай. Прямо отсюда. Прямо отсюда. С левой стороны есть кнопки две. My image. И. Image library. А. Давай покажу где брать из библиотеки. Нажимаем. Image library. Сейчас загрузятся папки с библиотеками. Ниже пролистай. Все папки. То есть в этих папках хранятся разные картинки. И. Есть здесь вот. Стоп. People. Папка People. Вот. Нажми на них. Двойной щелчок белый. Здесь есть множество разных картинок с изображением людей. То есть если вы не хотите свою фотографию вставить. Можете что-нибудь выбрать здесь. Там. Девушку. Мальчика. Доношу. В общем. Кого хотите. Кликайте на эту картинку. И. Нажимаете кнопочку вставить. Если вам надо. Поставить. Именно свою фотографию. Вот. Как мы сейчас делаем. С Александром. Тогда. Идем. Немножко в другое место. То есть. Как выбрать. Александр. Вот. Кликни на какую-нибудь картинку. Вот. Ну. Чего-нибудь. Да. Вот. Кликни. Ну. Например. Вот этого. Красненького. И. С правой стороны. Есть кнопочка вставить. То есть. Если мы нажмем на кнопочку вставить. С правой стороны. То эта картинка встанет. Ну. Это мы сейчас делать не будем. Поментно. Вот. Написано вставить. Да. Ну. Нажимать туда сейчас не будем. Мы не будем заменять. А. Мы будем заменять. Именно на свою фотографию. Значит. С левой стороны. Нажми на. Папку. My image. Ты куда-то пошел. Прямо здесь. Вот. Иннах. Вот. My image. Images. А. Дальше. Вот. Local file. Открываем. То есть. Можно с фейсбука напрямую. Выставить. Если кликнуть на фейсбук. А можно отсюда. Ага. Вот. Моя фотография еще стоит. И. А. Здесь нужно твою фотографию. Прямо загрузить. А. Вверху есть кнопочка. Upload. Да. Кликай. Выбирай файл. Клик. Выбирать. И. Выбирай свою фотку. raByVue. включить видеонады. Возьми и дает прессы, средύ. Возьми нап mismo. КликайSDRPP'S Beforelight. Возьми напишем tecn�. До свидания. И. Да, нажимай Upload. У ничего нет. Овервввввввввввввввввввввввв mexنade. Щ 나 artık. оверурайт это перезаписать с таким же названием то есть вот она твоя фотография появилась а теперь нажми кнопочку ставить с правой стороны внизу вот твоя фотка теперь ее надо чуть-чуть уменьшить подкликнуть на нее и да за уголочек так берешь и уменьшаешь вот так еще даже еще раз все красиво получилось теперь сохрани с левой стороны кнопочка save так и нам осталось поменять электронную почту в нашей форме чуть-чуть выше страничку по ведь при подъеме до самой формы вот она форма стоп стоп вот форма кликни мышки посередине этой формы там где стрелочка и нажми это значит форма здесь уже готова нам надо только поменять email адрес вверху написано дима лс это вверху выше пачка до дима лс это ниже 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 вот вот здесь нажимаем а я мл для отправки вот этот email стирать пиши своими все правильно да все все остальное можно здесь не менять либо поменять по своему усмотрению то есть вот эта страничка то есть когда человек заполнил форму у него откроется следующий шаг то есть благодарим за заполнение форма и очень для горячих новостей если человек захочет он сам попишется а скайп тоже на друг на той форме сделаны на первом шаге а вот это вот это заточено под айва вишна продукция там скайп не придумаешь куда выткнуть вот это и дело выручки зачем здесь ну хочется отбить все таки с правой стороны вверху нажми он не справа с левой стороны вверху нажми сохранить и нажимай за на крестик да и еще раз нажми сохранить с левой стороны вверху а все данные мы изменили теперь надо последний шаг сделать опубликовать наш сайт перейди на вкладку который у тебя левее открыта а и здесь есть кнопка публиковать с правой стороны вверху публиковать можно несколькими вариантами либо мы делаем в директорию то есть будет допустим вот выбери место блок и нет работа вот щелкни на свой домен вот где написано блог . нет работа да не вверху внизу то есть выбери у тебя домен где нет работа точка ком основной выбери его вот ну допустим с W в самом низу да да то есть можно сделать так венет ве-венет точка работ точка ком косая черта и место слова руб придумает свое название то есть получается через косую черту будет твое название ну допустим уфиниай там напиши потому что у тебя все равно только твой домен и больше никого нету ну может своим партнером продублировать аналогичным способом именно в своем домене то есть получается ве-нет работа точка ком косая черта и там маша власи и так далее что ты делаешь пиши свое название ну и пиши так вот написал слово инфиняй и нажимаешь публиковать и сейчас сайт у нас опубликуется в директории под названием инфиняй то есть директория это можно сказать папка и сайт у нас сейчас соберется и готов вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь не надо, она сама все сделает. Вуаля, и сайт готов. И самое главное есть форму для отправки. Да. Вот если ты сюда введешь какие-нибудь данные, ну, с другой почты, не с Alex.co.5, то как раз на свою электронную почту ты должен получить письмо от этой формы. Смотрите ссылочки на социальные сети. Да, ссылочки на социальные сети. Можно проклацать, поделиться. Вот. Где-нибудь этот сайт может засветиться. Что я делаю сейчас? Есть. Все. То есть вот так очень просто. Мы сделали за несколько минут с Александром фактически его сайт. В его же домене. И еще вам проклацали по кнопочкам. О, здесь какая картинка. Все. Все. Можно тоже вобретать козненький. Можно. Стоит в статус. Ага. Ну, там комментарии можно писать при желании. Добавим. Добавим. Все. Подписывайтесь на груди. А, кстати, покажи, как выглядит в социальных сетях данный сайт. Вот сейчас, допустим, ВКонтакте поклацали, поделились в фейсбуке. Вот, отлично. То есть, картинка у нас есть, и ссылочка под этой картинкой. И как раз эта ссылочка ведет на сайт. Можно будет поделиться с партнерами. А еще ниже, видишь, у тебя сразу из Твиттера пролетело. Да, да, да. Твиттер или ВКонтакте вместе завязаны. Угу, установили. Отлично. Спасибо. Готовый инструмент. Если, значит, вам надо такой инструмент, значит, обращайтесь, получите. С вами были Сергей Чураков и Александр Казадаев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.